Приветствую вас на программе Эндрю Вомака «Истина Евангелия». Цель его служения – донести до людей весть о Божьей безусловной любви и благодати. А теперь давайте послушаем Эндрю. Приветствую вас на программе «Истина Евангелия». Сегодня четверг, и я продолжаю учить на тему изменения без усилий. Мы приближаемся к концу третьей недели, посвященной этому учению, и я все еще имею много чего сказать. В основе учения лежит притч из 4 главы Марка о сеятеле, сеющем семя. Хочу подчеркнуть, насколько важным является Слово Божье для вашей жизни. Мы подготовили для вас кое-какие материалы, чтобы помочь вам сеять Слово Божье в вашу жизнь. Это план чтения Библии, которым пользуются наши студенты Библейского колледжа Харрис. Они должны прочитать всю Библию целиком за один год. На моем курсе это составляет 20% от общей оценки. Если они сдают все тесты на 100%, если у них абсолютная посещаемость, но они не прочитали Библию за год, то их проходной балл будет не больше 80. Итак, это 20% их оценки. Этот план мы предлагаем вам бесплатно. Звоните, и мы вышлем его вам. Также я предлагаю вашему вниманию мои живые комментарии к Библии. Это комментарии к более чем 18 тысячам стихов. Эти комментарии продолжают увеличиваться. Я добавляю более чем 200 комментариев в месяц. Поэтому программа и называется «Живые комментарии», потому что они обновляются. Это одна из моих лучших работ, которые я могу предложить людям, потому что эта программа отводит вас прямиком к Божьему Слову. Это очень хорошая вещь, рекомендую вам. Также я предлагаю вам мою книгу «Изменения без усилий и руководство по изучению той темы». Это учение на DVD и CD-дисках. Заверяю вас, это учение действительно преобразит вашу жизнь, если вы будете вникать в Божье Слово. Вчера в нашей программе я учил по 4 главе Евангелия от Марка, стихи с 14 по 20. Иисус толкует притчу, которую я называю притчей о сеятеле, сеющем семя. В ней описываются 4 вида людей, которые получают Слово Божье. И только один из этих людей приносит плоды. И среди тех, кто приносит плоды, тоже существует градация. Некоторые приносят 30, некоторые 60 и на 100 крат плодов. Думаю, вы сами можете провести параллели с этой притчей. Возможно, я немного вольно ее трактую. Если это так, ну, простите меня. Но по моей оценке, в соответствии с моим опытом общения с людьми, а я служением занимаюсь 46 лет, я вижу, что это действительно истина. Есть только один тип почвы, который приносит плод, один из четырех, куда падает семя Слова. Думаю, здесь прослеживается параллель. Из всех, кто называет себя христианами и говорит, что Иисус и Господь, только примерно 20-25% действительно и реально производят какие-то плоды. Они действительно во всем ведомы Богом. Он ведет их, они видят, как Слово Божье действует в их жизни. Но среди них также есть различия. Я думаю, вы можете провести параллель с этой притчей. Вы можете заметить, жизнь большинства людей не меняется, когда они получают Слово на три четверти, то есть 75% людей не приносят окончательного плода. Так сказано в притче о Сетиле в Евангелии от Луки. Первый человек, о котором говорил Иисус, тот, кто не понимал Божье Слово. И это взялось 19 стиха 13 главы Матфея. Там находится вариант этой притчи, записанной Матфеем. Он сказал, «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Поэтому первое, что вы должны сделать, чтобы ваше сердце приняло Божье Слово и начало высвобождать силу, для этого нужно понять Слово. Это крайне важно. Я говорил на эту тему вчера, я мог бы еще больше об этом говорить. Удивительно, насколько люди не понимают Слово Божьего. Но чтобы понять его, требуется приложить определенные усилия. Это действительно так. Знаете, как раз что хорошо в этой программе «Живые комментарии». Некоторые из этих комментариев заняли у меня несколько дней и недель, прежде чем я их написал и пришел к ним. Например, Навуходоносор захватил Иерусалим, и он захватывал его четыре раза. Этого нельзя понять, если просто читаете Писание. Для этого нужно его изучать. Минуточку, здесь написано, что Сидекия был побежден Навуходоносором. В другом месте сказано, что там был Иехония, а еще где-то что-то еще. И вы говорите, «Как же так?» Для того, разобраться в этих нюансах, вам нужно уразуметь Писание, собрать все факты из Писания воедино и получить полную картину, что произошло. Большинство просто не тратят усилий на изучение Слова, и поэтому они не могут уразуметь все Слово Божье. Оно не действует со всей силой, потому что они, что называется, скребут по поверхности. Слово должно попасть с верхней части, так сказать, вашей почвы в самое сердце, прежде чем сила начнет действовать. Так вот, это первый тип людей, которые не понимали Слово, и Сатана имел полный доступ к человеку, который не понимает чего-то. Тут можно провести много сравнений. Например, моя первая машина, первая машина в нашей семье, это был Крайслер Саратога 1957 года. Крайслер Саратога с такими плавниками, которые я называл мой Бэтмобиль. Так вот, это была хорошая машина с двигателем системы химии, коробка передач была кнопочная, просто нажимаешь кнопку с левой стороны, и переключались передачи. Так вот, я пытался на ней ездить, но я не понимал, как она работает, машина работала плохо, я делал все, что думал нужно было сделать. В конечном итоге я просто ее отдал. И человек, которому я ее отдал, он просто поменял на ней аккумулятор, и она стала работать хорошо. Дело оказалось в плохом аккумуляторе и кабеле, идущем от него. Когда он их заменил, она стала отлично работать. Когда человек не понимает, что есть законы определенные, как они действуют, например, человек молится об исцелении и не понимает, как действует исцеление, он никак не может справиться с этим вопросом, и в конечном итоге сдается. Кто-то молится о преуспевании и не понимает всех законов о преуспевании, не знает, что говорит Божье Слово. Так вот, Слово Божье должно дать вам понимание этих принципов и законов. Прежде чем вы придете в движение, Божью силу вы должны ее понять. Иначе сатанай придет и обворует вас, и вы потеряете этот дар. Точно так же, как я потерял машину, хотя с машиной все было в порядке. Это я просто не имел правильного понимания. Так что это отличный пример. В шестнадцатом стихе второй тип людей, тут говорится, подобным образом посеянные на каменистом месте означают те, которые, когда слышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настанет скорбь и гонение за слово, тотчас соблазняются. Это действительно важно. И как я уже говорил в этой программе вчера, я верю, что это откровение улучшается, это прогрессивное откровение. Речь идет именно об этом. Здесь говорится о четырех типах сердец. Вашему сердцу нужно улучшить свой навык принятия Слова Божьего. Вы не начинаете сразу на четвертом уровне человека, который приносит стократный плод. Нет, ваше сердце прогрессирует, возрастает. Первый шаг — это сердца людей, неподготовленные к слову, поэтому они не имеют разумения, лукаво похищают Слово. Второй шаг — когда люди относятся к Слову серьезнее, видят потенциал, радуются ему, принимают с радостью, но у них нет корня, и когда приходит скорбь и гонение, вот что душит Слово в них, и что там дальше происходит? 17 тих, но не имеют в себе корня и непостоянный. Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняются. Они соблазняются. Вот так они теряют Слово. Я думаю, здесь наблюдается возрастание, прогрессия. Первый шаг — это неразумение, потом вы начинаете понимать, начинаете радоваться и хотите двигаться в Слове и видеть плоды, но не понимаете, что здесь присутствует еще элемент времени. Слово еще должно укорениться в вашем сердце и попасть внутрь вас. Когда я только начал служить Словом Божьим, я служил людям и видел, как некоторые из них очень сильно воодушевлялись. Буквально видел, как люди начинали прыгать на месте, прямо сидя на стуле, подскакивали вверх-вниз от радости, откровения, которые получили. Я видел, как они кричали, славили Бога. Знаете, когда я только начал служение, я думал, да, вот они действительно получают Слово. Но затем я заметил, как некоторые из них, которые так демонстративно выражали радость, поворачивались и уходили от всего, от этого откровения так же быстро, как пришли. Спустя годы я понял одну вещь, которая описана как раз в этой притче. Я понял, что если человек просто воодушевлен Словом и радуется ему, возможно, чересчур демонстративно выражают это. Это еще не значит, что Слово на самом деле действует в его жизни. На самом деле люди, которые очень эмоциональны, все, что им нужно, это эмоциональный подъем. Они просто ищут источника этого возбуждения эмоционального. Это не тот тип людей, которые смогут посвятить себя ежедневному тяжелому труду, брать Слово Божье, помещать свое сердце, жить по нему, трудиться снова и снова. Они просто этого не выдержат. Люди, которые высоко взлетают, падают ниже всех. И по прошествии времени, полагаясь на откровение из этого отрывка, я понял, что мне нравятся те, кто просто сидят и слушают Слово, и сразу видно, что они размышляют о нем. Может быть, они внешне не так это проявляют, но они точно служат внимательно, перерабатывают в уме информацию, дают истинам, которые проповедуются укорениться в сердце. И я скорее больше радуюсь, когда вижу таких людей, чем те, кто проявляют такие яркие эмоции. И хочу сказать, что я увидел, что смысл не в том, как вы реагируете эмоционально. Смысл в том, чтобы Слово попало в самое ваше сердце, в вашу корневую систему, что называется, и укоренилось в вас. Именно в этом моменте многие не дают Слову Божьему произвести что-либо в них, потому что они не потратили время и не дали Слову укорениться в них. Когда Господь впервые обратил мое внимание на этот отрывок, я только женился. Мы с Джейми решили, что будем стоять в Слове Божьем, в вере. Мы стали делиться этими истинами в нашей церкви, о праведности, о благодати, о том, что Бог не судит нас по нашим грехам. Он любит нас, несмотря на наши грехи, и не осуждает нас, и так далее. И когда я делился этими истинами, нас стали за это преследовать. И, конечно, первая реакция была бы какая? Ты же не хочешь, чтобы тебя ненавидели, чтобы ты кого-то обижал. Поэтому хотелось сразу переоценить все сказанное, отступить от чего-то, потому что результаты-то были негативные. Поэтому мы немножко стали колебаться. И в этот период времени я часто ездил в холл Уилла Роджерса в Форт-Ворте. Каждый месяц Кеннет Коплен проводил там встречи и собрания. Я ходил туда каждый месяц. Я даже не знаю, как долго мы туда ходили, возможно, год или больше. Дорога туда занимала полтора часа. Я слушал, как он проповедует, как он служит. Я воодушевлялся. А потом я возвращался в свою баптистскую церковь, полный энтузиазма по поводу Божьего Слова. Проповедовал о том, что слышал. И первую неделю это было просто... Можно увидеть, как жизни людей менялись. А затем меня вызывали на ковер, критиковали. На следующей неделе все могло идти хорошо, но меня снова вызывали на ковер, снова критиковали. И снова две недели обычно, после двух недель, к началу третьей недели. Я говорил те же самые вещи, но реакция была уже не такая. Некоторые уже засыпали во время занятий, были невнимательны. Влияния уже такого не было. А последняя неделя была буквально никаких признаков жизни. На следующий месяц я снова возвращался, слушал Кента Копленда, загорался, снова шел в свою церковь, проповедовал. Все это повторялось снова и снова. Так часто это происходило, что я уже стал ожидать такой реакции. Я говорил, ну на этой неделе, а может на следующей все будет хорошо. На третьей, четвертой неделе все опять будут плохо реагировать на эти слова. Мне нужно идти за новой дозой этого слова. Вот какое-то было время, когда Бог открыл мне эти стихи Писания. Мы проходили через сильные гонения и критику. После того, как мы с Джейми поженились, однажды мы вечером читали Писание и прочитали этот отрывок, как будто кто-то включил свет у нас в головах, что называется. Я понял, что причина, по которой Слово Божие не работало в моей жизни, была в том, что внутри это Слово не пустило корни. Я основывался на откровениях другого человека и проповедовал слова других. Да, это Слово свидетельствовало мне в сердце, благословляло меня, но оно не пустило корни в моем сердце. Оно не было утверждено внутри меня. Я просто повторял, как попугай, чужие слова. Все это работало в какой-то короткий период времени, пока я не начинал слышать критику в своей адресе. И тогда я начинал жалеть себя и ходить в страхе. И Господь сказал обо всем этом мне. Для меня это было откровение. Мы с Джейми взялись за руки и согласились, что все, хватит. С этого момента я больше не буду говорить, что кто-то сказал, что-то сказал. Я не буду цитировать кого-то. Я не буду проповедовать откровения другого человека. Да, возможно, я услышу откровения от других людей, я приму их для себя, но я буду размышлять над ними до того момента, пока они не станут моими откровениями, как Бог сказал бы их мне. Вот почему никто из вас не слышал, чтобы я цитировал Кеннета Копланда. Я не имею ничего против него. Не потому, что я не хочу, чтобы меня с ним ассоциировали. Нет. Просто теперь, когда я слышу откровения от других людей, в тот момент, когда я принял чье-то откровение, Бог мне свидетельствовал о нем, что оно истинно. Я изучаю другие стихи Писания, ищу подтверждение в своем сердце еще раз. И когда я начинаю о нем учить, то для меня это мое личное откровение, которое мне открыл Бог, а не другой человек. Это крайне важно понимать. Когда я учу в Библейском колледже студентов, я учу тему, которая называется «Публичное выступление. Как служить?» Это одна из основных вещей, которую я говорю. Я никогда не учу чего-либо, пока не размышлял над этим откровением больше года, или еще больше. Эти истины, которые я рассказываю вам о притче о Сеятеле, большинство этих откровений я получил где-то в 1973 году. Так что уже больше 40 лет я размышляю над этими истинами. Все это я прожил сам. Все это я пережил. Это мои откровения, так что мне не нужно за них извиняться или исправлять их позже и говорить, что я ошибался, а теперь я верю по-другому. Я учу тому, что действительно твердо утверждено в моем сердце. Таким образом, я избавляюсь от всего, что не имеет значения и основываюсь только на самом важном. И Господь мне тогда сказал, что у меня не было корня внутри себя. Я жил с откровения других людей, с помазания других людей, поэтому я мог стоять твердо только короткий период времени. И когда наступало гонение за Слово, критика, то я начинал отступать и сдаваться. Я не видел постоянства действия Слова в моей жизни, потому что оно не было утверждено в моем сердце. И тогда я принял решение, что с этого момента я буду давать Божьему Слову пускать корни в моем сердце. И я не буду проповедовать чужие откровения. Я буду проповедовать то, что Бог, ты будешь открывать мне лично. Я говорю вам сегодня, что точно так же должны поступать и вы. Если вы хотите принять Божье Слово, семя Божьего Слова, чтобы оно действительно начинало действовать по-настоящему в вашей жизни, то мало брать только то, что я говорю, и повторять это. Да, мои слова могут вас мотивировать, но вы покрузитесь в Слово, вы размышляете над ним. Прича о Сетеле, если она отозвалась в вашем сердце, изучите это Слово, размышляйте над ним, прочитайте отрывки и в Матфея, и в Марке, и в Луке, эту историю. Посмотрите на значение слов на греческом, в Новом Завете. Изучите этот вопрос сами, размышляйте над ним, пока эти примеры сами не укрепятся в вашей жизни. Возьмите те истины, о которых говорю я, сделайте их реальными для себя, и тогда вам не нужно будет ссылаться на меня, так сказал Эндрю Вомок. Да, от меня можно получить какую-то информацию, но размышляйте над ней, пока она не станет для вас откровением от Бога. Вы не можете жить с моего откровения. Мое откровение может направить вас в нужном направлении, вдохновить вас и дать вам необходимую информацию, но вам необходимо брать эти истины и делать их реальными для вас. То, что я говорю сейчас, настолько важно, но большинство людей не изучают Божье Слово таким образом. Я просто это знаю, потому что я постоянно общаюсь с большим количеством людей. Многие служители просто повторяют, как попугая за другими служителями, их откровения. У меня есть мои друзья, служители, которые выходят, проповедуют проповеди, кого-то другого, почти чуть ли не слово в слово. И это не потому, что они слышали одного и того же Святого Духа. Нет, они слушали друг друга, и поэтому повторяют проповедь через неделю после того, как ее услышали. Я не говорю, что это невозможно, но я говорю, что требуется время для того, чтобы откровение укоренилось в вашем сердце. И это не произойдет за день или даже за неделю. Требуется время, чтобы Божье Слово укоренилось в вашем сердце. Некоторые люди радуются Слову, они очень радуются и говорят, «Да, Слово Божье может произвести во мне исцеление или благословение. Слово может дать мне преуспевание, радость, мир, восстановить брак». И вы радуетесь этому, когда слышите проповеди. Но если Слово не пустит корни в вашем сердце, а для этого требуется время, вы не сможете выдержать преследование и гонение за Слово. Заметьте, в 17-м стихе говорится, что гонение и преследование приходят ради Слова, из-за Слова. Каждый раз, когда вы начинаете принимать Слово Божие со страниц Библии, вкладываете его в свое сердце, и оно начинает пускать корни и высвобождать свою силу, я могу вам гарантировать, что Сатана попытается выступить против Слова в вашей жизни и попытается вас остановить. Это похоже, как если бы вы посадили маленькое семечко, и когда оно выросло в небольшой зеленый росток, его можно легко выдернуть из земли. Но если вы дадите этому ростку вырасти и превратиться в большой, сильный дуб, то дуб может выдержать даже страшную бурю. Он может выдержать мороз, потому что у него крепкие корни и корневая система. Сатана знает, что если вы начнете принимать Божие Слово внутрь себя, и оно начнет приводить силу Божию в вашу жизнь, то ему лучше попытаться остановить вас в самом начале, когда вы еще уязвимы. Потому что если он даст Слову Божьему вырасти в вас, пустить корни, вы настолько утвердитесь, что он не сможет вас поколебать. Поэтому Сатана каждый раз пытается нападать на человека, который принял решение вкладывать Слово Божие в свое сердце. Сатана пытается украсть это Слово из вашего сердца через гонение за Слово. Именно так все устроено, и так все и происходит. Кто-то из вас слушает и думает, «Я не хочу открывать Слово, потому что дьявол начнет меня нападать. Зачем мне это нужно?» Я не говорю, что вы проиграете, но я говорю, что будет сражение. Но если вы выдержите, если вы сохраните Божье Слово, оно будет производить такой плод, что этот плод стоит всяких сражений, всяких усилий. Но вам придется сражаться, отстаивать. Сражаться против публичного мнения, против обид, против критики. Но это того стоит. Ради плода, который вы получите. Храните Слово в своем сердце. Я не пытаюсь вас напугать, но предупреждаю вас, что есть гонение и преследование за Слово, потому что дьявол знает, что если он будет ждать слишком долго, пока Слово высвободит свою силу, то вас никто уже не остановит. Поэтому он пытается в самом начале вас срезать, вас остановить. И он возьмет все гадости, которые запланировал на 2-3 года вперед против вас, и вывалит их на вас за раз. Но если вы выстоите, если вы будете тверды, то вы победите. У дьявола не бесконечное количество гадости, которое он может сделать против вас. В конечном итоге вы увидите, что если вы пройдете, Слово работает, преуспевание приходит. Когда впервые я начал проповедовать об исцелении, я сам был, в принципе, человеком достаточно здоровым. У меня не было никогда серьезных проблем. Но когда я стал проповедовать об исцелении, я заболел на 2 или на 3 месяца. У меня была и простуда, и грипп. И однажды я даже думал, что если так обстоят дела, может мне перестать проповедовать об исцелении. Но я понял, что сатана пытался выступить против меня болезнями, и он пытался меня заставить замолчать об этом откровении, об исцелении. И поэтому я отказался принимать. Я сказал, что я буду проповедовать об исцелении, я буду сражаться против этой болезни. И послание евреям, по-моему, в 10 главе, говорится, «Когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Здесь говорится о том, что уловки сатаны гораздо хуже в самом начале, как раз благодаря этому принципу. Он знает, что если вы укоренитесь, ему никогда не удастся похитить у вас слово. Поэтому он вываливает на вас весь запас своей гадости в самом начале. И все, что вам нужно, быть подготовленным и бороться с этим. И слово стоит этих усилий. Вы победите. Я еще имею много чего сказать вам по этому вопросу и рекомендую вам приобрести материалы на эту тему, которую мы предлагаем вам. У нас есть учения на тему изменений без усилий на CD и DVD дисках, и также книга и руководство по изучению. И еще есть программа по чтению Библии, прочитать всю Библию за год. Это подарок для вас, если вы позвоните, мы вышли его вам бесплатно. Также у нас есть живые комментарии к Библии, программа, которая написала комментарии к более чем 18 тысячам стихов Библии. Все эти материалы сделаны для того, чтобы помочь вам укоренить слово в вашем сердце. Послушайте наше объявление, звоните и пишите нам сегодня. Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнаете способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Для того, чтобы получить книгу Эндрю Вомака «Изменения без усилий», свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» Книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Вам нет нужды учиться на своих ошибках. Учитесь на ошибках и победах одного из основных героев Библии – царя Давида. Из книги Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни» Вы узнаете духовные истины о том, как быть мужем по сердцу Бога, от кого приходит преуспевание, как победить Голиафа в своей жизни. Эти и другие важнейшие библейские истины теперь доступны вам в книге Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни». Вы когда-нибудь ощущали, что недостаточно хороши для Бога и спасения? Задумывались, а попадете ли вы на небеса? Насколько ваше спасение зависит от добрых дел и поступков? Учению Эндрю Вомака «Благодать силы Евангелия» поможет вам сделать правильный выбор и найти правильные ответы. Больше вы не будете терзаться сомнениями. Вы обретете уверенность в Боге и его отношении к вам. Чтобы заказать книги и диски с учениями и проповедями Эндрю Вомака, вы можете позвонить нам по следующим телефонам. Также заказать книги, CD и DVD-диски с учениями и проповедями Эндрю Вомака вы можете на нашем сайте cbtcrusha.ru, cbtcrusha.ru, зайдите в раздел «Книги и DVD», выберите нужную книгу или диск и сделайте заказ. Вы также можете написать нам электронное письмо на один из указанных ниже адресов info.cbtcrusha.ru или cbtcrusha.gmail.com. Вы также можете написать нам письмо на почтовый адрес, который можете видеть на экране. Смотрите в следующей передаче «Истинная Евангелие». Кто-то из вас смотрит и думает, меня-то никто не критикует. Библия говорит во 2 Тимофею, глава 3, 12 сих. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Если вас не гонят, значит вы не живете благочестиво. Аминь. Вот так все просто. Я говорю это не для того, чтобы критиковать вас или обидеть, но если вы начнете стоять на Слове Божьем, это вам чего-нибудь да будет стоить, вы будете гонимы. Все, кто живет благочестиво, будут гонимы. Если вы не ударяетесь лоб в лоб с дьяволом, может вы идете с ним в одну сторону? Развернитесь, пойдите против течения. Уверяю, вы почувствуете сопротивление. Даже дохлая рыба плывет вниз по течению. Но только что-то живое, что называется с хребтом, может плыть вверх по течению против потока. Наш мир не находится в гармонии со Словом Божьим. Мир не провозглашает Слово. Если вы начнете провозглашать Слово, то будете выделяться, как белая ворона. Сразу поймут, что с вами что-то не так. Скажем, я заправляю машину, покупаю какую-то мелочь в магазине, и меня спрашивают, как поживаете? А я отвечу, я благословлен. Уверяю вас, даже эта маленькая фраза. Я же там не проповедую, не раздаю там листовки о Христе. Я не против всего этого, но я не стараюсь приставать к людям и раздражать их. Я просто говорю, я благословлен. Иногда люди реагируют так, а что это еще значит? Вот тогда у меня открывается возможность свидетельствовать. И не всем это нравится, кому-то нравится, кому-то нет. Не пропустите передачу Истинной Евангелия завтра.